Кризис нарушил отпускные планы россиян. В этом году от летнего отдыха вынужден будет отказаться каждый третий. В то время, как год обрадчик без отпуска оставался один из пяти. Опять я что-то. Да, получается. Да, это правда. Те же, кто все же выберется на каникулы, не особо изменят своим предпочтением на проведение отпуска. Подавляющее большинство выберет отдых в России. Вот будет лето, поеду на дачу, там all inclusive с лопатой фигачу. Рано. Значит, надо будет рекламировать отпуск в России. Вот я сейчас отрекламирую. Ну, пожалуйста. Песенно. Песенно. Давай. Песня «Лондон-Париж». Прекрасно. Как раз про Россию. Да. И... Лондон-Париж, уже не видать ваши крыш. Едем, малыш, кормить комаров на иртыш. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Значит, будем рекламировать отпуск в России. Например. Или там, в близлежащем зарубежье. Например. Элитный отдых в Керчи. В Керчи. Пекинский звездочный отель с почти горячей водой. И почти. И обоими. О-о-о. О-о. Обоими. Обоими. Холодильник дребезжит, но он дребезжит в такт вашему храпу. О-о-о. Первым десяти клиентам будет установлен фумигатор. Вау. 5 километрах от речи в керчи заехал и торчили кстати в программе экскурсия по лакокрасочному заводу яркие впечатления вам обеспечен а я сяду и уеду нафига мне ваш голливуд ведь на даче все лынкло рюмку тяпну пойду на пруд россия это тоже между прочим зона курортов как вот так ну так оставайтесь в зоне петербург это северная венеция урал это российская швейцария а байкал байкал это лохнесская например а москва москва это столица столица нашей родины столица нашего отдыха давайте как прекрасно споем это все как прекрасно прекрасно споем все это так задушевно только задушевно прочитаешь ты в газете что творится на планете ужас ночи до зари как опасен этот мир посмотри и билеты не бери как опасен этот мир посмотри лучше отдохни в твери и а в Спасибо.